Хе-хей! Всем привет, всем привет! С вами Шмыга, мы на канале Ушмыги, и сегодня мы играем в Pathfinder Kingmaker, и сегодня видео называется «Как найти Тартучо», и, собственно говоря, я вам покажу, как его найти. После первой локации мы с вами бежим по карте в одном единственном направлении, которое нам дается, а именно к торговому посту Олега. Я тысячи раз проверял, нельзя никуда обратно, не вперед пройти, только туда, заходим в пост Олега, делаем там задание, и, соответственно, после этого переходим уже к поискам Тартучо. После поста Олега мы с вами встретим Ремуса, это будет случайная встреча, ну, она сейчас уже показана, да? То есть, это будет Ремус, который, сколько я раз не играл, то есть, да, он все время попадает. То есть, если с Орком, который с наведения, да, нам показывает ее мало, ну, то есть, ее там бывают баги, и она не всегда появляется, то Ремус появляется практически всегда. Сейчас Ремус нам рассказывает, что Тартучо, он обитает в древней гробнице, древняя гробница, по-моему, так называется точка, и, собственно говоря, после этого мы пойдем сразу в древнюю гробницу, где, собственно говоря, он и обитает. Еще раз говорю, что Ремус появляется всегда. Если он не появился, то смотрите на точку, которую я сейчас вам покажу на карте, и, собственно говоря, на нее и ориентируйтесь. Если не появился Ремус, ну, еще раз говорю, это крайние случаи, вот, девочка со сновидениями, она вот крайне реже появляется, чем Ремус. Потому что Ремус 100% появлялся, а девочка со сновидением у меня было 50 на 50. Хотя сейчас игра, она обновлялась там кучу раз, поэтому вот, собственно говоря, древняя гробница, и мы направляемся именно туда, и там расскажу, что там надо делать. Вот, девочка, да, со сновидениями, она 50 на 50, но, еще раз говорю, обновление выходит по игре, поэтому никаких проблем не должно быть. Да, появляются какие-то там тут встречные враги, но ничего сложного в них нету, соответственно, здесь у нас мы появляемся в гробнице, вот, и сейчас вот покажу. То есть здесь есть несколько, тут нет никаких, на самом деле, фишек, просто после убийства приспешников Тартуча, грубо говоря, да, там есть одна комната, которая... Соответственно, да, в разговоре с Тартучей мы можем присоединить к себе Харима, либо другого персонажа, это не важно, любого другого пятого персонажа. И вот здесь кнопка, которая открывает комнату, и здесь ловушка, которую Линти на раз-два открывает, и... Ну, честно говорю, что во всех потайных комнатах там такое себе, то есть оно, на самом деле, на прохождение игры никак, на самом деле, особо не влияет. Вот здесь, очень внимательно, здесь нужно следовать все время во враг. Все время во враг, и старайтесь выбирать то, что я выбираю, но, еще раз говорю, что главное, нам нужно попасть во враг. То есть выбираем, где есть овраг. Собственно говоря, в конце сейчас будет там, нам нужно будет выбрать Линти, потому что у него подвижность больше всего 4. Если у вас герой, главный герой, подвижность больше, то выбирайте его, соответственно. И мы попадаем в новую локацию, она называется Роща, или не Роща, тут Тартучий обитает. Но он уже, видите, он уже не человек, не маг, да, а он уже превратился в Кобальта. Вот. Сейчас вот покажу эту точку, если вы не смогли выбрать, то точку вот эту нужно выбирать. Сосновая Роща называется. Сюда и идти, и, соответственно, вы встретите Тартучий. После чего, как мы разобрались со всеми Кобальтами, мы идем в Старый Платан, вроде называется это, огромное дерево, на карте. Но вы на карте увидите это огромное дерево, поэтому, что мне вам, ну, говорить, да, про это. Соответственно, Старый Платан, мы заходим, сейчас увидим двух рыцарей из, ну, замка, или не замка, как это называется? Ну, замка, да, наверное. Из замка двух рыцарей, которые нам расскажут, что нужно притащить Тартучию. Вот как раз и они. Я пролистываю все эти штуки, чтобы не занимать ваше время. Кто хочет, там, может, почитать, что они говорят, но особо смысла, там, на самом деле, не особо много. Ну, там, ну, то есть, в дальнейшем это как-то, я бы не сказал, что понадобится, грубо говоря. Вот и все. Дальше мы идем по старому... А, я не помню, как называется. В общем, по этой локации идем, мы встречаем две банды, грубо говоря, кобальтов и не кобальтов, не помню, как называются другие. Собственно говоря, наша задача с ними договориться, чтобы мы были, так сказать, независимыми экспертами и прошли мимо них. Вот. Наша задача спуститься на этой локации, спуститься в пещеры. Вот. То есть, мы здесь сейчас с ними разговариваем, чтобы, как бы, без кровопролития и всего остального. Неважно. То есть, главное, чтобы сейчас они столкнулись вдвоем, две эти фракции. Объясняю, кто любит, там, воевать, вы можете принять любую сторону, либо их мочить. Это, опять же, зависит от того, как вы любите играть. Если вы уверены в своих силах, вы уверены в своем опыте, то бейтесь. Объясняю. Много раз играл здесь уже и знаю, где эта точка, где это дерево, куда, где спускаться. Это вот где-то здесь примерно. Туда мы идем, мы сейчас встретим червей, насколько я помню, или волков. Нет, по-моему, червей, да, здесь черви сейчас будут. Мы сейчас убиваем червей, проходим к дереву, у дерева будет, по-моему, кобальт. Вот они, черви, да. Это многоножки, на самом деле, да? Мы убиваем этих многоножков. Дальше будет дерево, у дерева будут стоять кобальты. Мы мимо них проходим и спускаемся вниз. Кстати, здесь ловушку я пропустил, да? На этом этапе не очень, собственно говоря, опасно, да? Но вот когда вы спуститесь в пещеры, обращаю ваше внимание, что там будет очень много ловушек. И советую сохраняться перед каждой ловушкой. То есть, видите, я здесь не сохраняюсь, ничего здесь одна сработала. Ладно, Линси идет обезбереживать. Но она может и, как бы, и... Но она молодец, да? Поэтому внизу, в пещерах, я советую вам сохраняться перед каждой ловушкой. Потому что там паутины, там я бы, ну, точно, ну, не советовал. Там это все усложнит прохождение в дальнейшем. А внизу нас ждут несколько приколюх. И, ну, уже там, в пещере, наверное, расскажу про них. Ничего там, в принципе, сложного нету. Но есть некоторые моменты, которые... Я не знаю, расскажу или не расскажу. Но покажу вам полностью открытую карту пещер. Куда надо идти, куда не надо. Куда советую, куда не советую. Ну, то есть, сейчас все покажу, ребят. Да. Итак, спустившись в пещеры под Старым Платоном, да, под деревом, мы с вами должны пройти к вождю углекожу. Вот, это вождь кобальтов. И, собственно говоря, у него выторгать некоторый предмет. Мы получили святыню клопов. Вот, соответственно, здесь же можно высвободить нашего союзника. Вот, но это, как бы, если кому-то надо, то пусть освобождает. Так, подождите. Здесь просто не пройти будет вот так напрямую. Поэтому нам и нужен второй уровень, соответственно, чтобы мы... Второй уровень пещеры, я имею в виду. Чтобы мы смогли пройти в эту часть карты. По поводу... Кстати, по поводу... Всяких приколюх. Нет, здесь, по-моему, не будет этих приколюх. Да? Сейчас, подождите, я вспомню. Да, по-моему, это... Вот здесь только будет прикол... Объясняем. Смотрите. Вот эта часть карты, где мост поднят. Вот эта часть карты, да? Где мост поднят. Смотрите, здесь будет стоять телега. Вот. И здесь будут пауки. Вот. Здесь мы разбираемся с пауками. На втором уровне, который... Ну, ниже пещера, да? Мы там поднимаем кочергу, которая может что-то сдвинуть. Соответственно, чтобы попасть сюда, нам нужно сдвинуть вот эту телегу. Но ее плохо видно, да, наверное, на картинке. Но вот эту телегу нам нужно сдвинуть, чтобы пройти сюда. В принципе, можно этого не делать. Здесь просто какие-то монетки. Там никаких артефактов таких жизненно важных не будет. Значит, переходим, соответственно, сюда, выходим ниже. Ну, или как кому удобнее, либо не ниже. Ну, скорее всего, ниже, да? Мы все-таки находимся. Соответственно, выходим ниже в пещеру, да? И переходим уже к королеве. Я не понимаю, как называются эти животные. Как королеве. Сейчас еще расскажу про второй уровень пещеры. Покажу несколько моментов. Смотрите, значит, здесь, на втором уровне, на втором уровне серьезные соперники. Здесь, ну, вот эта часть не очень серьезная. Здесь самка пауков находится. Вот здесь вот. Вот именно здесь. Ее не очень сложно убить. Я сейчас расскажу, кого сложнее. Вот здесь вот, это уже сложнее. Вот здесь находится огромный червь. То есть, на первом уровне, на втором уровне вас будут преследовать черви. Ну, обычные, да? Или они называются этим. Ну, не важно, как они называются. Многоножки, да? Многоножки, да. И, соответственно, вот здесь босс многоножек всех. Вот здесь он находится. Здесь тоже, в принципе, можно его не убивать. Потому что здесь находится, по-моему, два или три, или один труп. И там выпадает только кирка. Самое, что нормально. И там пару монет. Ничего, ничего сверхъестественного здесь нет. Вторая опасная локация. Это вот здесь. Здесь находятся пять скелетов. Скелетов очень тяжело убить. И, ну, тоже не советую. Если хотите, то можете сюда зайти, убить скелетов. Здесь пару, по-моему, мешочков. Там золото и тоже какая-то... Ну, то есть, не очень полезная, собственно говоря, для дальнейшего прохождения. Ну, такой лут, грубо говоря, такой. Не очень полезный. Также здесь есть комната с секретом. Секрет очень простой. Здесь на стене будет кнопка. Ее нельзя будет нажать. Нужно будет... Извиняюсь. Нужно будет встать одним героем на платформу вот эту. Вторым героем на еще одну платформу. И третьим героем открывать уже кнопку. Опять же, откроется вот стена. И там будет три скелета, насколько я помню. Три скелета тоже, если хотите, можете открывать. Если нет, там ничего тоже. Там ценных артефактов, слишком ценных, не особо много будет. Ну, все ради опыта, грубо говоря. И, соответственно, вот в этой части карты, еще раз показываю, да, в этой части карты будет... Будет лягушки и будет вот такой сундук. В этом сундуке будет лежать, я не помню, как точно называется, статуэтка лягушек. Вот. Если ее взять из сундука, все лягушки, там их, по-моему, человек 6 или 7, все на вас нападут. Если не хотите воевать с лягушками, это, опять же, все от опыта зависит от вашего и для опыта. То есть, ну, сами понимаете, да? Соответственно, если не хотите с ними воевать, при выходе из локации... При выходе из локации... При выходе из локации вы можете просто ее забрать с собой. Вот и все. И ни с кем не воевать, ни с какими лягушками. Ну, если опять туда не будете суваться. Соответственно, мы идем на выше. Объясняю, кто заметил, что тут сундучок... Ну, точнее, не сундучок, а добыча какая-то есть. Ее нельзя подобрать. Объясняю, почему. Потому что она в тикс... А, кстати, нет, смотри-ка, она есть. Ага. Да, она появилась. Извиняюсь, ребят. Объясняю, просто... Ее не было. Почему ее ебало? Она была в текстурах. Сейчас, видимо, может быть, обновка какая-то вышла. Не знаю. Ну, в общем, не важно. Не важно. Мы здесь просто проходим сквозь стенку, попадаем вот сюда. И давай заберем тогда эту добычу. Посмотрим, что... Ой, извиняюсь. Наоборот. Не надо переходить дорогу. Это я, да, тупанул. По-моему, здесь ничего не... Ну да, ничего полезного, собственно говоря, нет. Собственно говоря, выходим наверх. Демократно, че-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Ага. Время становится дистанция. 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 В общем, какие есть в подземелье в этом нюансы, так сказать. Вот, если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки, пишите комменты, что и как, и почему, и все остальное. Всем спасибо, с вами был Шмыга, вы были на канале Ушмыги. Всем пока.